Я прилетела, получается, через компанию Марва. Сначала до Кувейта мы долетели, и потом до Медины. Часов в десять мы были в Медине, и сразу поехали в отель, заселились, и как раз к намазу, начать пророк, и пошли на Зуха-намаз. И как-то вообще еще ничего не понимаешь, не осознаешь, все новое. И только уже, когда встали на намаз, пришло вот это осознание, где ты находишься, что ты реально здесь, и вот эти картинки, которые ты видел в интернете, где-то в Инстаграме, в Пинтерест, они просто оживают у тебя на глазах. Это, конечно, удивительное чувство. Пять дней мы были в Медине, и потом, получается, пять дней в Мекке. На автобусе поехали из Медины в Мекку. Ну, там уже вошли в состояние храм, и сразу приехали в Мекку, сразу совершили умру. Совершили тогда, получается, еще в ночь с четверганой пятницу. Такое хорошее время. И всю дорогу из Медины в Мекку нужно читать специально дуа на байку. Максимально его отчитать, пока не увидишь коллаба. Я вот представляю себе, вот вы шесть-семь часов на автобусе, на комфортабельном, да? С кондиционером, наверное. Да. А тут пророк Мухаммад Раиса Салям на верблюдах по пустыне. Да, на самом деле, тоже думала об этом, да. Когда немножко так думала, ой, что-то я тут устала, ой, что-то тут как-то не очень. Не вспоминаешь, да, как раньше совершали из Медины в Мекку, получается, там на верблюде две недели пути. И все это время нужно находиться в состоянии храма. Это, конечно, да. Сейчас, наверное, сложно такое представить. Так, вот вы приехали на автобусе в Мекку. И вы пошли сразу к Абе? Или как? Да. Ну, мы заселились сначала в отель. Мы приехали, получается, прямо к Магреб-намазу. Почитали намаз в отеле. И у нас там был час на сборы. Собрались и к Ише. Мы к ночному намазу уже были на территории храма. Прочитали намаз. И выдвинулись уже к Абе. Время максимально такое, самое, наверное, лучшее для совершения умры было. После ночного намаза людей было поменьше. Ну, все уже расходились. Ну, еще ночь. Не жарко. И мы совершили прямо на первом этаже, около Каабы. Потом сделали семь обходов. Ну, точнее, это один обход. Семь кругов. Потом читают два ракета намаза. Потом нужно выпить максимальное количество воды Замзам. Прям очень много напиток Замзам. И получается обход между Усафой и Марва. И потом нужно постричься. И, получается, на этом умра заканчивается. Так, а вот вы впервые увидели Каабу. Вот какие у вас эмоции, может быть, ощущения? Мне вот рекомендовали, когда я ехала в Мекку, мне там писала на Зефа, что лучше не смотреть на Каабу, пока прям вот не подойдешь к ней близко. И тогда только посмотреть, и тогда по-другому это ощущается. Ну, я ее издалека уже чуть-чуть увидела. И я думала, у меня там будут прям эмоции через край. И, не знаю, будут плакать, но я такой человек не особо эмоциональный. У меня все внутри проживается, поэтому еще там не осознаешь как-то. Но когда уже делали Тавав, тогда уже были, конечно, все эмоции. У меня была такая мысль, а какая, оказывается, Кааба маленькая на самом деле? Вот, она почему-то кажется на фотографиях, на видео как-то больше. На самом деле она такая маленькая, компактная и очень красивая. Вот, и получается еще пять или четыре дня мы были в Мекке. Просто как бы от намаза до намаза, вот так вот. Все намазы, конечно, в Аль-Хараме совершал, потому что там, получается, награда в сто тысяч раз увеличивается. Ну вот, еще я заметила, что многие там стараются давать садака, потому что говорится, что это тоже как бы увеличивается награда за это в сто тысяч раз. Там обычно дают садака вот работникам, которые там в мечети убираются, следят за порядком и все такое. Я просто не могу представить пока там ваши, может быть, эмоции или... Ну, вы говорите, осознанность, да, не сразу включается, не сразу понимаешь, осознаешь, что где ты находишься. Я понимаю, что это такое, вот. Но в любом случае, когда ты даже задумываешься об этом, интересно, вот как, какие ощущения, эмоции у тебя будут, когда ты туда попадешь. Ну, я желаю, на самом деле, каждому, кто сейчас присутствует здесь, ты и всем вообще хотя бы один раз съездить туда, посмотреть свои эмоции. Потому что на самом деле, сколько ни объясняй, ни рассказывай, пока сам человек туда не попадет, он не поймет. Это, наверное, непередаваемые эмоции. Там ощущаешь себя максимально безопасно, максимально комфортно, как у себя дома, и просто не хочется уезжать. И сразу, как мы только уже все закончилось, улетели, я была в Москве, и просто сразу такая грусть, тоска, уже скучаешь по этим местам и хочешь вернуться. Нам еще руководитель группы сказал, что если человек был в этих местах, и он уезжает потом, и у него нет, вот, он не скучает, у него нет тяги обратно вернуться, то это признатемерие. Интересно. Вот я поэтому и говорю, что очень важно вот эти эмоции свои прочувствовать. Я желаю, чтобы вот все участники, которые сейчас участвуют, чтобы они тоже оказались в числе финалистов. Трое из наших участников заняли первые три места, Миншала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok